Дороги, которые ремонтируют по нацпроекту, проверяют активисты Общественного народного фронта в Чувашии. Какие нарушения зафиксировали эксперты ОНФ и как реагируют на их замечания дорожники, расскажем в нашем сюжете. Первым объектом в Чувашии, обновленным в нынешнем году по нацпроекту, стал 4-х километровый участок в Красноармейском районе. Работы здесь начались в мае прошлого года и завершились в июне. Эксперты народного фронта отметили, кромка на обновленных отрезках дороги уже в заплатках. В следующем году этот участок планируют обработать битумом. Объект принят с нарушениями, отмечают активисты. Лужи на дороге тому подтверждение. При наступлении холодов скапливающаяся вода превратится в каток. Обочина выше уровня проезжей части, что образует скопление воды. Они, соответственно, влияют на безопасность дорожного движения. То есть автомобиль может занести или любые такие неприятности могут случиться. Спустя пару дней после совместного выезда дорожники прислали видео. Чтобы решить проблему с водоотведением, обочины на отрезке дороги вычистили. Долгожданного ремонта ждали и те, кто ежедневно проезжает участок республиканской дороги Ачакасы-Янгорчина в Урнарском районе. Между ямами приходилось маневрировать и школьным автобусом. По сообщениям местных жителей, последние 15 лет дорога была в аварийном состоянии. В 2018-м здесь приступили к капитальному ремонту. По проекту необходимо обновить более 8 километров. С учетом финансирования за два года дорожники привели в порядок треть участка. На оставшихся отрезках Общероссийский народный фронт по просьбе сельчан просил найти временное решение, чтобы люди хоть как-то могли передвигаться по дороге без риска для здоровья. Мы выезжали на эту дорогу по жалобам жителей, потому что здесь были очень большие выбоины, обочины разрушены, обочина разрушена была. И вот в данный момент вы видите сами, что подрядчик, заказчик, уже увидев ролики в интернете и фотографии этой дороги, какая она была, отреагировали. И на танк не проедешь, иногда бывало. Сейчас нормально вроде становится. Дорожники решили, пока позволяет погода завершить тот объем работ, который запланирован на следующий год. А для удобства сельчан ямы и выбоины выровняли методом холодной регенерации. По госконтракту весь ремонт на этом участке должен закончиться в 2020 году. Ирина Николаева, Никита Углев, Вести Чувашия.